Телепортация как концепция появилась в научной фантастике еще в начале 20 века. Пионеры жанра, такие как Герберт Уэллс и Айзек Азимов, описывали ее как возможность мгновенного перемещения из одной точки в другую. В романе «Машина времени» Уэллса главный герой использует время как средство перемещения, но именно идеи о телепортации стали основой для множества фантастических сюжетов. Эти идеи завораживают и внушают надежды на будущее, где путешествия займут значительно меньше времени. Однако в последние десятилетия телепортация перестала быть лишь плодом воображения. Научные исследования в области квантовой физики начали открывать двери к пониманию механизмов, которые могут сделать телепортацию реальностью. В 2014 году команда ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре продемонстрировала квантовую телепортацию, отправив информацию о состоянии атома с одного места на другое без физического перемещения самого атома. Это стало важным шагом в мир квантовых технологий. Но что такое телепортация с точки зрения науки? Прежде всего, это процесс, при котором информация о состоянии объекта копируется в одном месте и передается в другое, где этот объект воссоздается. Это не означает, что сам объект перемещается. Скорее, его копия создается в новом месте, а оригинал может быть уничтожен. Этот аспект вызывает много вопросов о сохранении индивидуальности и идентичности, что, конечно, не могло бы не повлиять на общество в целом. Представьте себе, что вы можете покинуть свой дом и мгновенно оказаться на другом конце света. Не нужно больше тратить часы на дорогу, стоять в пробках или переживать задержки с рейсами. Это не просто улучшение качества жизни, это потенциальная революция в понимании пространства и времени. Научные исследования уже показывают, что подобные технологии могут существовать. Однако это не значит, что они готовы к широкому применению. Проблема заключается в том, что для работы телепортации необходимо учитывать ряд факторов, таких как точность передачи информации и создание безопасных условий для людей. В 2021 году был представлен прототип устройства, которое могло бы в будущем использоваться для телепортации небольших объектов, таких как молекулы. Это хорошо, но для людей потребуется значительно больше времени и ресурсов. Существуют не только технологические, но и этические аспекты. Если телепортация станет доступной, то каким образом это изменит общество? Станет ли мир более связанным или наоборот произойдет разрыв в старых социальных структурах? Создадутся ли новые классы людей, способных позволить себе мгновенные перемещения? Эти вопросы остаются открытыми и требуют серьезных обсуждений. Тем не менее, возможности, которые открываются перед человечеством с телепортацией, кажутся безграничными. От улучшения транспортной инфраструктуры до изменения нашего восприятия расстояний и времени будущее выглядит необычайно захватывающе. Мы можем лишь представить, как изменится жизнь людей, когда они получат доступ к этой технологии. Однако одно остается неизменным. Телепортация — это не только научный вызов, но и вызов нашим моральным принципам и социальным нормам. И как только мы начнем осваивать эту технологию, неизбежно возникнут изменения в том, как мы взаимодействуем с миром и друг с другом. Переход к следующему этапу — это осознание, как именно телепортация повлияет на транспортные системы и какие изменения предстоят человечеству в этой сфере. Переход к телепортации, безусловно, станет поворотным моментом в эволюции транспортной системы мира. Представьте себе, что привычные способы передвижения, такие как автомобили, поезда и самолеты, перестанут иметь смысл. Вместо этого человечество будет использовать устройства, позволяющие мгновенно перемещаться из одного места в другое. Это приведет к множеству значительных изменений, которые изменят не только саму транспортную систему, но и повседневную жизнь людей. В первую очередь можно ожидать, что необходимость в привычных транспортных средствах кардинально сократится. Автомобили, автобусы и поезда, которые занимают огромное количество пространства и требуют значительных затрат на топливо и техническое обслуживание, могут стать реликтовыми. Улицы, которые сейчас заполнены машинами, могут освободиться для пешеходов и озеленения. Это не только улучшит качество воздуха, но и создаст новые возможности для городского планирования. Парки, скверы и места для отдыха станут более доступными, так как люди будут меньше зависеть от транспорта. Сокращение использования транспортных средств также приведет к значительным изменениям в инфраструктуре. Аэропорты, железнодорожные вокзалы и автозаправочные станции могут быть перепрофилированы или полностью закрыты. Свободные пространства могут быть использованы для жилых комплексов, торговых площадей или зеленых зон. Городская среда станет более комфортной и приятной для жизни. Но это не все изменения, которые ожидают транспортную систему. При переходе к телепортации возникнет необходимость в создании новых сетей и систем управления. Устройство телепортации потребуется интегрировать в существующую инфраструктуру, и это создаст новые рабочие места и возможности для развития технологий. Например, потребуется разработка систем безопасности, контроля и мониторинга для обеспечения безопасного перемещения людей. Это значит, что инженеры, программисты и дизайнеры будут заниматься созданием безопасных и эффективных методов телепортации. Кроме того, возрастет спрос на технологии, связанные с телепортацией. Исследования в области квантовой физики и информатики станут приоритетными направлениями для финансирования. Вклад в эту область может привести к новым открытиям и инновациям, которые помогут в других сферах науки и технологий. Появятся новые компании и стартапы, которые предложат услуги по телепортации, что в свою очередь создаст новые конкурентные рынки. Не менее важным будет и изменение в подходах к логистике и доставке товаров. Доставка товаров станет мгновенной, и компании смогут предлагать услуги, которые до сих пор казались невозможными. Представьте, что вы заказываете еду, и она появляется у вас на столе мгновенно. Это означает, что бизнес-модели компании кардинально изменятся, и они будут вынуждены адаптироваться к новым условиям. Магазины могут стать центрами для получения товаров, а не для их хранения. Также стоит отметить, что такое изменение в транспортной системе повлияет на глобализацию. Миграция людей станет проще, так как перемещение между странами и континентами будет происходить мгновенно. Это может привести к более тесному сотрудничеству между странами, однако также может возникнуть ряд новых проблем. Например, будет сложнее контролировать границы, и это потребует новых решений в области безопасности и правопорядка. С учетом всех этих изменений мы можем предположить, что общество будет вынуждено пересмотреть свои привычные взгляды на расстояние, время и даже личные отношения. Люди, которые раньше проводили часы в дороге, смогут свободно перемещаться и встречаться с близкими и друзьями. Это изменит наши социальные взаимодействия, создавая новые формы общения и взаимодействия. Таким образом, переход к телепортации не только изменит саму транспортную систему мира, но и значительно повлияет на повседневную жизнь людей. Сократится время на передвижение, изменится инфраструктура, появятся новые технологии и возможности для бизнеса. И как только мы начнем использовать эту технологию, окажется, что ее влияние затрагивает все аспекты нашей жизни, от экономики до социальной структуры. Следующий этап нашего путешествия открывает двери к более глубокому анализу экономических последствий, которые неизбежно возникнут в результате массового использования телепортации. Как мир изменится, когда привычные денежные потоки и бизнес-модели потребуют значительных изменений? Как только телепортация станет доступной для массового использования, ее влияние на экономику будет колоссальным. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, как изменятся традиционные способы ведения бизнеса. Представьте себе, что логистика, как мы ее знаем, перестанет существовать. Доставка товаров, которые сейчас требуют сложных маршрутов, транспортных средств и человеческого труда, станет мгновенной. Компании больше не будут тратить деньги на флотилию грузовиков, самолеты и склады. Вместо этого они смогут сосредоточиться на производстве, а не на распределении. Развитие телепортации создаст новые бизнес-модели. Например, доставка станет не просто услугой, а моментальным событием. Интернет-магазины смогут предлагать своим клиентам товары с гарантией мгновенной доставки. Это изменит конкурентную среду и создаст новые стандарты обслуживания. Традиционные ритейлеры будут вынуждены адаптироваться к этим условиям, что приведет к уходу с рынка менее гибких компаний. Мгновенная доставка также окажет влияние на цепочку поставок. Производители смогут напрямую поставлять товары потребителям, минуя посредников. Это не только сократит затраты, но и повысит эффективность. Однако также возникнут вопросы об экономических последствиях для тех, кто ранее занимал роль посредников, таких как дистрибьюторы и логистические компании. Система, основанная на телепортации, потребует пересмотра всех этих процессов. Помимо этого, массовое внедрение телепортации повлияет на рынок труда. С исчезновением традиционных логистических операций многие рабочие места будут утеряны. Однако на их место появятся новые профессии, связанные с разработкой и обслуживанием технологий телепортации. Специалисты по безопасности, инженеры и программисты станут основными игроками на новом рынке труда. Необходимость в квалифицированных кадрах возрастет, и система образования должна будет адаптироваться к новым требованиям. С увеличением числа людей, перемещающихся мгновенно, произойдут изменения в спросе на недвижимость. Районы, которые раньше считались удаленными, станут более доступными. Это повлияет на цены жилья и может привести к изменению структуры городов. Люди смогут работать в одном городе и жить в другом, что изменит восприятие расстояний и местожительства. Рынок недвижимости будет подвержен колебаниям, и разработчики будут вынуждены ориентироваться на новые реалии. Не стоит забывать и о налоговых поступлениях. С уменьшением числа транспортных средств на дорогах и переходом к телепортации, государственные бюджеты могут столкнуться с нехваткой средств от налогов на транспорт и топливо. Это потребует пересмотра налоговой политики на глобальном уровне. Возможно, появятся новые налоги, связанные с использованием телепортации, что будет необходимо для поддержания государственного финансирования. Кроме того, следует учитывать, что изменение в структуре бизнеса приведет к изменению в потребительских привычках. Сочетание мгновенной доставки и легкости перемещения создаст новые ожидания у клиентов. Потребители станут более требовательными к качеству и скорости обслуживания, что заставит компании постоянно совершенствовать свои предложения. Этот процесс может привести к новой волне инноваций, когда компании будут стремиться предложить уникальные и удобные услуги. Экономические последствия телепортации также будут заметны на международных рынках. Миграция рабочей силы станет проще, а это создаст возможность для более легкого поиска работы за границей. Сократится время на перемещение между странами, что облегчит сотрудничество между государствами. Однако это также может привести к новым вызовам, связанным с трудовой миграцией и регулированием. И, наконец, стоит упомянуть о влиянии на сферу услуг. С помощью телепортации люди смогут легко перемещаться для посещения ресторанов, магазинов и развлекательных заведений. Это откроет новые возможности для бизнеса, так как компании смогут предлагать уникальные мероприятия и услуги, привлекая клиентов из других стран. Таким образом, последствия массового использования телепортации затронут все аспекты экономики. От изменений в бизнес-моделях до воздействия на рынок труда и трансформации рынка недвижимости, телепортация станет катализатором перемен. И с каждым новым шагом, который мы сделаем в этом направлении, мы будем видеть, как привычный нам мир начинает меняться. Вопросы, которые возникнут вместе с этими изменениями, потребуют нового подхода и решений. Переход к следующему этапу нашего исследования откроет еще более сложные этические вопросы, касающиеся телепортации и ее воздействия на общество. С массовым распространением телепортации перед человечеством станут не только технологические, но и глубокие этические вопросы. Как только эта технология станет доступной, возникнут ситуации, требующие тщательного осмысления, касающиеся идентичности, личной безопасности и даже взаимосвязи между людьми. Первый вопрос, который возникает, касается самой сути телепортации. Сохраняется ли индивидуальность человека при его перемещении и как это повлияет на его восприятие себя? Если копия человека создается в одном месте, а оригинал остается в другом, что произойдет с его личной историей, опытом и душой? Эти вопросы становятся особенно актуальными в свете новых возможностей, которые открываются с помощью телепортации. Представьте, что кто-то решает воспользоваться телепортацией, чтобы пересечь океан за считанные секунды. Но что, если в процессе передачи данных произойдут ошибки? Возможно ли сбои, которые повлияют на личные характеристики и воспоминания? Неполная передача информации может привести к тому, что некоторые аспекты человека будут утеряны или искажены. Это ставит под сомнение саму природу сознания и личной идентичности, и такие размышления требуют серьезного обсуждения на уровне общества, философии и науки. Помимо вопросов идентичности, телепортация повлечет за собой изменения во вопросах безопасности. Если перемещение людей станет мгновенным, как можно будет обеспечить безопасность при таких перемещениях? Необходимость контроля за использованием телепортации станет ключевой. С ростом популярности этой технологии возникнет потребность в разработке строгих правил и процедур, которые будут предотвращать злоупотребление и обеспечивать безопасность пользователей. Как предотвратить использование телепортации для незаконных целей, например, для кражи или террористических актов? Эти вопросы потребуют комплексного подхода. Следующий аспект – это социальное неравенство. С появлением телепортации может возникнуть разделение на тех, кто может себе позволить пользоваться этой технологией, и тех, кто останется без доступа к ней. Если телепортация станет дорогим удовольствием, это создаст новый социальный разрыв. Люди, имеющие возможность перемещаться мгновенно, смогут получать доступ к ресурсам, услугам и возможностям, недоступным для других. Это приведет к перераспределению власти и влияния в обществе. Поэтому необходимо заранее продумывать, как обеспечить равный доступ к телепортации для всех. Этические вопросы также касаются самого процесса телепортации. Если телепортация подразумевает создание копии человека в новом месте, что произойдет с оригиналом? Останется ли он жив и в полном здравии? Какова будет судьба его двойника? Эти вопросы затрагивают не только индивидуальные права, но и моральные нормы, которые можно будет считать устаревшими в условиях новой реальности. Общество должно будет определить, как относиться к этим копиям и какое значение они будут иметь в юридическом и моральном контексте. Телепортация также повлияет на взаимоотношения между людьми. В мгновение ока, ставшие доступными встречи, могут изменить способы общения. Появится возможность мгновенно оказаться рядом с близкими, друзьями или коллегами, что может привести к укреплению связей. Однако такой доступ также может вызвать недоумение и нарушение личного пространства. Как обеспечить уважение к личной жизни в условиях, когда все могут появиться рядом в любое время? Эти вопросы требуют обсуждения как на уровне личных отношений, так и на уровне законодательства. Кроме того, использование телепортации может вызвать искажения в привычных социальных структурах. Взаимодействие между людьми, основанное на физическом присутствии, может кардинально измениться. Как общество воспримет людей, которые могут перемещаться мгновенно? И какие новые социальные нормы возникнут в ответ на эту технологию? Возможно, появятся новые формы общения и взаимодействия, которые ранее были невозможны, но они также могут привести к конфликтам и недопониманию. Общество должно будет осознать, что телепортация открывает не только новые возможности, но и новые вызовы. Этические дилеммы, связанные с этой технологией, будут требовать конструктивного подхода, чтобы обеспечить гармоничное сосуществование в новом мире. Этические нормы, которые мы привыкли считать основополагающими, могут быть поставлены под сомнение. Как именно мы будем определять, что правильно, а что нет в условиях, когда границы между людьми и пространством стираются? В этом контексте важно начать активный диалог между учеными, политиками, философами и широкой аудиторией, чтобы выработать подходы к новым моральным вызовам, которые несет телепортация. Следующий шаг в нашем исследовании направит нас в будущее, где этические вопросы будут не менее важны, чем технологические возможности, и повлияют на то, как мы будем строить наше общество и отношения в нем. Представьте мир, в котором границы между странами и культурами перестают существовать. Телепортация, ставшая привычной частью жизни, кардинально изменила общество. Люди больше не зависят от времени в пути. Теперь можно легко и быстро перемещаться по всему миру. Это преобразование является собой не только технологический скачок, но и новую эру в социальной структуре и взаимодействии. С появлением телепортации привычные маршруты, такие как поездки на работу или путешествия за границу, перестали иметь значение. Работа из дома в одном городе можно мгновенно оказаться на деловой встрече в другом, не тратя время на дорогу. Это открыло новые горизонты для бизнеса. Компании начали создавать офисы в разных странах, позволяя своим сотрудникам работать из любой точки. Удаленная работа стала нормой, и это привело к созданию международных команд, объединяющих таланты из разных уголков мира. Вместе с тем, такие изменения оказали влияние на экономику. Рынки труда стали более гибкими, и спрос на определенные профессии значительно изменился. Возникли новые сферы, связанные с телепортацией, такие как разработка и обслуживание устройств, обеспечивающих мгновенное перемещение. Появились учебные заведения, предлагающие курсы по безопасному и эффективному использованию этой технологии. Новые профессии включали в себя специалистов по квантовой физике, инженеров по безопасности и операторов систем телепортации. Наступило время, когда общество столкнулось с вопросами доступности этих технологий. Страны начали разрабатывать законы, регулирующие использование телепортации. Обсуждались вопросы о том, как обеспечить равный доступ к этой технологии для всех. Некоторые государства начали предлагать субсидии на телепортацию для жителей, позволяя людям с низким доходом пользоваться преимуществами мгновенного перемещения. Это усилило социальное равенство и уменьшило разрыв между различными слоями населения. Однако возможные злоупотребления этой технологии также стали предметом обсуждения. Появились страхи о том, что телепортация может быть использована для преступных целей, таких как кражи или уклонение от правосудия. Поэтому государства начали развивать системы контроля и безопасности, которые обеспечивали бы защиту общества. Специальные службы получили новые инструменты для борьбы с преступностью, что привело к созданию новых методов расследования и профилактики правонарушений. С развитием телепортации изменились также подходы к туризму. Путешествия больше не требовали долгих перелетов или утомительных поездок по дорогам. Туристические компании адаптировались к новым условиям, предлагая пакеты, включающие мгновенные перемещения между достопримечательностями. Люди стали проводить больше времени, исследуя разные культуры, не тратя на это много усилий. В результате возникло множество новых направлений, которые стали популярными среди путешественников. Однако не все изменения были положительными. Мгновенное перемещение людей повлияло на традиционные формы взаимодействия и общения. Люди начали ощущать, что физическое присутствие становится менее важным. Стало проще общаться на расстоянии, но утрата глубины взаимодействия начала беспокоить многих. Это вызвало новые дискуссии о значении близости и личных встреч. Социальные сети и онлайн-коммуникации стали основными формами связи, и это привело к изменению в том, как строятся отношения. При этом возникли и новые социальные группы. Люди, имеющие доступ к телепортации, начали формировать свои сообщества, отличные от тех, кто пользовался традиционными способами передвижения. Это привело к возникновению новых социальных норм и ценностей, связанных с мгновенным перемещением. Появились клубы, организации и события, ориентированные на людей, использующих телепортацию, что усилило чувство принадлежности к новому образу жизни. Несмотря на все преимущества, которые принесла телепортация, существовали и вызовы. Общество столкнулось с вопросами о том, как сохранить свою индивидуальность в условиях, когда перемещение стало столь простым. Дискуссии о том, как сохранить свою идентичность при регулярном использовании телепортации, стали актуальными. Люди начали задумываться о том, как технологии влияют на их личные истории и восприятие себя. В то же время эти изменения заставили людей переосмыслить свои представления о расстоянии. С удалением физического барьера значение местоположения стало менее важным. Люди перестали привязываться к определенным территориям, что повлияло на их представление о доме и принадлежности. Появилась новая концепция глобального гражданства, где каждый мог чувствовать себя дома в любой точке мира. Таким образом, мир, изменившийся навсегда благодаря телепортации, стал местом, где старые нормы и ценности подверглись пересмотру. Эта новая реальность открыла двери для возможностей, о которых человечество могло лишь мечтать, но также бросила вызов привычным представлениям о жизни, идентичности и взаимодействии. Мы находимся на пороге новой эры, где настоящие и виртуальные миры начинают пересекаться, создавая пространство для новых открытий и нестандартных решений. Субтитры создавал DimaTorzok